Мы все чаще слышим слово гербис. Что это за болезнь и как с ней справиться? Об этом узнаем здесь и сейчас. Мой собеседник, кандидат медицинских наук Ирина Газиева. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно ли заразиться гербисом от другого человека? Можно. И вообще иначе и не существовало бы такой проблемы гербетические инфекции. Это заражение идет человека от человека. Другое дело как? Заразиться можно от мамы во время беременности. Заразиться можно от мамы во время родов. Заразиться можно друг от друга во время поцелуев, через слюну, контактным путем. То есть через немытые предметы домашнего обихода. Если пользоваться полотенцем одним и тем же, друг после друга сразу. То есть это контактный путь. Заражение идет через грязный, вот так вот контактным путем, воздушно-капельным. Вертикальный путь передачи от мамы к ребенку. Ну и половой путь тоже снимать нельзя, хотя он не ведущий. Сейчас много провоцирующих заболеваний герпентической группы факторов. Это и не совсем хорошая экология, даже можно сказать неважная. Это стрессовые факторы, это набирающая огромную силу, но почему-то набирающая силу тщеславие людей. Ничто так не уменьшает защитные возможности, как раздираемые изнутри тщеславие. Бесплодные, в общем-то, и ненужные чувства. Да, вот люди, которые страшно стремятся. Нет, вообще-то стремиться хорошо к чему-то хорошему, полезному. Но когда это выливается в навязчивую такую картину стремления к накопительству, либо к властолюбию, занятия каких-то чрезвычайно высоких должностей, как правило, у этих людей может наступить срыв в состоянии здоровья. Это точно. Мне такое приходилось видеть и не раз. И я была глубоко убеждена, что если бы этот человек жил спокойной человеческой жизнью, может быть, сто лет бы прожил. А так у него возникали все время какие-то проблемы со здоровьем. И частично, конечно, не только с этим, но частично это связано вот с таким нездоровым стремлением достичь каких-то вершин, которые, может быть, данной личности даже и не под силу. Ну не все же могут достигать каких-то уж таких страшно невероятных высот. Да и нужно ли это? Ну вот это есть. Кроме того, мы уже говорим с вами о сегодняшнем дне. Очень много препаратов в аптеках. Вот если бы мне в 70-е годы, когда вот кончила институт, начала работать, если бы я увидела такое количество препаратов хороших, я не знаю, какой бы был восторг. Но если разобраться, то количество больных от этого меньше не стало. И многие препараты продаются в аптеках безрецептурно. И многие препараты очень сильно рекламируются. Все-таки я считаю, что лекарственные средства должны назначать врачи, а не средства массовой информации. Мое такое мнение. И вот так вот бездумно многие принимают большое количество лекарств, БАДов, которые распространяют нередко вовсе не медицинские работники, а кто угодно. Вот это тоже сыграло определенную роль в нарушении деятельности системы иммунитета. Я уверена, что это так. Перегрузки не без того, что сейчас многие хотят заработать для семьи. Это правильно, но они мало отдыхают, не используют свой отпуск, не используют выходные дни для отдыха. Все это вместе взятое, опять-таки, не улучшает, а ухудшает работу системы иммунной, да и нервной тоже. Вообще в организме существует три гиганта, три кита. Это нервная система, система органов внутренней секреции и иммунная. И вот только все втроем, если они во взаимодействии, только тогда человек может быть здоровым, а иначе никогда не будет. И, между прочим, самая древняя – это иммунная система, потому что именно она делает организм живущим. Если она сдает, то организм жить не может. Три правила. Первое – тщеславие снижает иммунитет. Второе – прием множества лекарств обостряет состояние больного. Третье – не забывайте о пребывании на свежем воздухе. Мы продолжим разговор о здоровье в других передачах. Берегите себя!